Морозным воскресным утром к Ивану Дегтярёву явился его тесть, Аум Кречетов. Мужик крепкий, ещё не старый, дотошный, хитрый. Иван недолюбливал тестя, но делал вид, что всё нормально. «Что, спишься?» – живо заговорил тот. «Хе! Так всё царство невестное проспать можно!» «А я туда не тороплюсь. Не больно-то надо. А зря! Так, вставай, одевайся, поедем за дровами». Я у бригадира две подводы выпросил. «Конечно, не за здорово живёшь, но куда одеваться? Дрова нужны. Одевайся!» Иван полежал немного, потом встал, нехотя начал одеваться. Ведь вот почему молодёжь в город уходит? «Там отдохнуть человеку дадут. Отработал смену, и всё. А тут как проклятый, ни дня, ни ночи, ни воскресенья. Если как в городе-то тоже работать надо?» – заметил тестя. «Надо. Я бы с удовольствием пошёл сейчас траншею рыть под водопровод. Отработал, и всё. И вода, и отопление. Да, а водопровод – это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны – беда. Ведь ты же бы заспался совсем. Ладно, поехали». День был солнечный, ясный. Снег осклепительно блестел. В лесу было тихо. Ехать надо было далеко, вверх 20. Ближе рубить не разрешалось. Но ум сидел на первой подводе, и всё возмущался. Черт-те что! Из лесу и в лес за дровами. Иван дремал по югу на мирном движении. Проехали просеку, спустились в лощину. Оставалось подняться в гору, а там сплошной стеной лес. Выехали до половины, и вот они. Здравствуйте! Вышли пятеро полки. На ум остановил лошадь, и в полголоса нараспев замотерился. «Твою душеньку, мать!» Голубчики сизые выставились. Конь Ивана молодой, трусливый, задёргался, заступил за оглоблю. Иван дёргал в возле, чтобы развернуть коня. Но тот никак не мог заступить обратно. На ум уже развернулся и нахлёстывая помчался обратно. «Ну что ты там? Давай!» Волки двинулись с горы. Иван выскочил из саней. Насилу втолкал коня в оглобли. Упал в сани, конь развернулся и... Кинулся в махом. На ум был уже далеко. А он нахлёстывал коня и орал, «Караул грабят!» Волки серыми комочками спустились на перерез под водом. «Грабят!» Вопил на ум. Он что, с ума сошёл под угловом? Только его грабит. Он испугался. И как-то странно было испуг. Любопытство и смешно над тестем. Вскоре, однако, любопытство прошло. И смешно не стало. Волки, выскочив на дорогу метров в ста от саней, вытянулись с цепочки и стали нагонять. Иван цепился в передок и глядел на волков. Впереди бежал здоровый, грудастый, с палёной мордой. Иван поразил на несходство волка с овчаркой. Он всегда считал, что волк — это та же собака, только крупнее. Сейчас он понял, что волк — это волк, это зверь. Даже самую лютую собаку мог остудить окрик, ласка или страх. Этого могла оставить только смерть. Он не рычал, не пугал. Он упорно двигался к своей жертве. Взгляд его жёлтых округлых глаз был прям и прост. Грабит, орал на ум. Иван глядел в сани. Ни единого прутика. Кулачок сена и бич в руках. Оба топора были у тестя. Первый, видно, вожак стал обходить стани стороной, чтобы поравняться с лошадью. Иван взялся за глоблю левой рукой, правой стеганул. Вожака тот отскочил в сторону, сбился с маху. Вся стая налетела, крутанулась вокруг вожака. Он присел на заднюю лапу, ударил крюками одного другого и, ворвавшись вперёд, снова стал нагонять. Иван выждал момент, чтобы ещё раз ударить его. Но вожак стал обходить сани стороной. Другой волк, отставший от стая, стал обходить сани с левой стороны. Иван стеснул зубы, поморщился, всё, конец смерти. Он глянул вперёд. Наум, не оглядываясь, всё, погонял лошадь и орал, грабят. Отец, тормози! Отец, придержи малость, отобьёмся! Кинь топор! Кинь топор, говорю! На, держи! Крикнул Наум, бросил топор на обочину. Иван вскочил, схватил топор. Сзади бегущие волки остановились, намереваясь прыгнуть на человека. Но в это время вожак, почувствовав под собой нас, прыгнул. Нагоня конь упал в сугроб. Сани свернули, оглобли свернули хомут, захватили шею коню. Тот хрипел, бился ногами, бежавший с левой стороны. Волк прыгнул под коня и ударом костистой лапы распустил ему брюхо по вдоль. Вскоре вся стая стала рвать мясо на куски ещё дрыгавшейся лошади. На белом снегу дымились сизокрасные комочки кишок. Всё случилось так чудовищно скоро, что походило на страшный сон. Иван стоял и рассеянно смотрел на это жадное, торопливое пиршество. Вожак взглянул на Ивана и этот взгляд торжествующий и наглый обозлил Ивана. Он поднял топор, закричал во всю мощь, кинулся к волкам. Они отошли в сторону, облизывая кровавленные рты. Делали они это деловито, увлечённо. Казалось, человек с топором нисколько их не занимает. Вожак ещё раз взглянул на Ивана. Иван опустил топор. Ладно, ваше взяла. Жрите, сволочи! Он повернулся и пошёл в деревню. Ещё раз не выдержался, оглянулся на коня. И сердце сжалось от боли. И обида была большая, велик на своего тестя. Ну, змей ползучий, ну погоди, ведь отбились бы. Отбились бы, и конь быть живой. Погоди, сволочь, доберусь. Доберусь я от метелю, как надо. От метелю никуда не денешься. Спасибо. Спасибо.